Празднование Дня Победы продолжились в центре города. По Московской прошло многотысячное шествие. В 15.00 был дан старт акции «Бессмертный полк». По данным организаторов, в ней приняли участие более 80 тысяч человек. Наши съемочные группы работали на месте. В строю вместе со всеми прошлись журналисты Полина Попенец и Александр Блонский. Я нахожусь в головной части колонны «Бессмертного полка» на улице Московской. За моей спиной копия легендарного Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Пронести его получили право школьники, для них проводился специальный конкурс, а также представители общественных организаций. Здесь ветераны погранвойск, а также других родов войск. За ними следом пойдут ветераны, заслуженные воины, а следом за ними руководители региона, представители общественности, почетные граждане. Ну, естественно, в числе участников процессии Валерий Васильевич Радаев, временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области. Валерий Васильевич, несколько слов об этом действии, о том, какие чувства переполняют. Знаете, вот эту нить, которая сегодня объединяет все поколения, да, россиян, саратовцев, ее надо было придумать, наверное. И вы посмотрите, если в том году у нас было 50 тысяч человек в Саратове, да, а сегодня, вот мне уже сказали, уже 80 тысяч. Вот никто никого не заставляет, не сгоняет, просто все по велению души сюда идут. Чувство потрясающее. Ощущение единства, общности, гордости за великую победу, которую подарили нам наши родители, деды, прадеды. Это два моих деда, это дед по жене, это мой родной дед, оба фронтовики, вот, закончил войну в Вене, этот закончил войну на востоке, в Японии. Хирургим Алексей Евреевич, выражение в Тамбовской губернии Херсановского, город Херсанов, он Белофинскую прошел. Мама 41 мая родилась, 11 мая, он приехал, ее, Херсанов, увидел и уехал опять в армию служить свою. Вот он в разведке погиб, не вернулись они там в Север. А это мой дед, служил в НКВД немцев по Волжу, в исповнике. Погиб в 41 году в августе при обороне Смоленск. Вот это мой папа, это мой младший брат, юнга Северного флота. Прибавил себе года и в 13 лет ушел в юнга Северного флота. Этот старший мой брат, прошел всю войну с первого по последний день. Это вот сверху, это легендарная личность, комиссар партизанского соединения Ленинградской области. А этот дядя Валя, это разведчик, командир разведрота был. Вот все мои родные и близкие. Шестью колонн Бессмертного полка в самом разгаре. И так же, как и мы, в гуще народных масс находится моя коллега Полина Попенец. О тех чувствах, которые она испытывает, а также об участниках этого особенного шествия, этой особенной процессии, она сейчас готова рассказать. Полина, тебе слово. Спасибо, Александр. Я хочу сказать, что вместе с горожанами идут и творческие коллективы Саратова. За моей спиной идет военный оркестр. Звучит легендарное прощание славянки. Именно под этот марш и провожали на войну. Вот он момент единения. В одном строю идут дети, внуки, правнуки, уже праправнуки победителей. Как вы видите, за моей спиной жители города принесли свои инструменты и играют любимые песни военных лет самостоятельно. И поют с хорошим настроением. Одна, одна, победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Очень радостно, что очень много людей. Огромный поток людской, который несет эти замечательные фотографии, эту память о своих дедах, о своих прадедах. Маленькие детки в колясочках. Это так замечательно, так здорово. Вот у меня дед погиб в южнее села Пришиб, на Недонецкой области, Сталинский район он назывался. И вот сегодня то место, это село Пришиб, там сегодня были боевые действия. Вот как история приплетается. А дед участник финской, вот здесь написано, советско-финской войны. И затем Великий Отечественный, награжден за отвагу. Но для меня это, наверное, особенный праздник тоже. Я очень горжусь тем, что у меня вот такие предки. А с кем пришли? Кто это у вас? Это мой отец, участник Великой Отечественной войны. Фотография плохая, но лучшей, как говорится, нету в те времена. Вы сами понимаете, какие были фотографии. Завершилось шествие на театральной площади. Бессмертный полк в Саратове проходит уже третий раз. И каждый раз участников становится все больше. Если в 2015 году к акции присоединилось около 30 тысяч человек, в 2017 в торжественном шести приняло участие более 80 тысяч саратовцев. Полина Побенец, Александр Блонский, Олег Бирюков, Максим Пустовалов, Саратов-24.